Всем привет, с вами Джамбо Макс, и я прошёл все эксклюзивы PlayStation 4, которые хотел. И как вы уже поняли, мы продолжаем тему PlayStation 4, а именно тему её эксклюзивных игр. В недавнем видеоролике я рассказывал о PlayStation 4 Slim, которую одолжил мой друг, но особо не рассказал о своих впечатлениях об эксклюзивах. Сразу скажу, что я парень вредный и не играю абсолютно во всё, что есть на рынке, поэтому моё мнение может отличаться от мнения большинства, и поэтому будьте к этому готовы. У моего друга есть большинство эксклюзивов PlayStation 4, в которые я мог поиграть. В этом видео мы поговорим конкретно о таких играх, как Uncharted, Last of Us, Infamous, Heavy Rain, Orden и Good of War 3. Эти игры я успел пройти от и до, и эти игры мне больше всех интересны. Такие игры, как Horizon, Bloodborne и так далее, я не трону по причине того, что они мне неинтересны. И я их сразу же выключил после 15 минут запуска. Да, я не особый любитель RPG, и да, я не любитель хардкорных игр по типу Dark Souls. В остальные же игры я поиграл, и сейчас расскажу про каждую. Хочу обратить ваше внимание, что я лишь высказываю своё мнение, и ни в коем случае не хочу как-то вас переубедить, или же тупо захейтить игры от Sony. И начнём мы, пожалуй, с самой громкой франшизы, а именно серии Uncharted. Её я прошёл самый первый по очереди, и в целом остался доволен. Красивая визуализация, хорошая графика, особенность к мелочам, кинематографичные ракурсы, максимальная проработка локаций главных персонажей. В этой серии идеально всё, кроме стрельбы первых трёх частей. Со стрельбой реально чё-то не так. Либо был разброс пуль в достаточно большом прицеле, либо же выстрелы тупо не коннектились, поэтому перестрелки для меня были раздражающим элементом. Обязательно напишите в комментах, если у вас такое вот ощущалось. Что касаемо общей картины, то Uncharted я назову самым лучшим приключенческим боевиком. Сюжет неимоверно простой, и вряд ли его можно назвать интересным, но в ходе игрового процесса в этой игре тупо нельзя заскучать, так как на каждом шагу вас ждут погони, поиски сокровищ, перестрелки и море экшена. Первые три части я назову прикольными, но четвёртую часть я назову просто охренительной, так как таких игр я ещё не встречал. Четвёртая часть сюжетом вышла интереснее, чем предыдущая, и вышла капец какой красивый и проработанный. Прогресс после третьей части капец какой огромный. О чём тут говорить, если даже волосики на груди Дрейка колышутся от ветра. Все вот такие вот мелочи вызывают восторг, и ты начинаешь чувствовать Next Gen. Многие говорят, что это мыльное кинцо, но я скажу, что это действительно Next Gen игра восьмого поколения, которая выглядит как кино. То есть всё нереально красиво и реалистично. Хоть многие анчи сравнивают с Лайфой, но для меня это совершенно разные игры с одинаковым жанром. Это то же самое, как сравнивать PS и FIFA, вроде одно и то же, но всё совершенно по-другому. Поэтому тем, кому нравятся приключения и крутые боевики, Uncharted я очень советую к прохождению. Игра реально заслуживает всех своих похвал. Last of Us. Я прошёл второй по счёту, и он мне понравился не так сильно. Меня заставил скучать геймплей. Он однообразный и скучный. Ты идёшь, замечаешь соперников, расправляешься с ними и идёшь дальше. Встречается какой-нибудь объект, к которому сложно подойти, и ты ищешь способ как до него добраться. Это либо обход, либо лестница, либо доска. Идёшь дальше. Конец. Разновидностей в этой игре крайне мало, из-за этого к концу уже просто всё надоедает. Далеко не согласен, что эта игра шедевр, её должен пройти каждый, но поиграть прикольно. Плюсы этой игры я увидел лишь в атмосфере и сюжете. Сюжет действительно цеплеет, и тебе интересно, чем это всё закончится. И знаете, на мой взгляд, из этого сюжета получился бы классный фильм, но не видеоигра. Виной тому однообразие в геймплее. Орден 1886. О этой игре отзывались нехорошо, и многие советовали, что лучше не теряй время на неё, это унылое говно. Это, наверное, один из случаев, когда я реально пожалел, что не послушался советов. Игра действительно далеко не шедевр, и игрой её назвать по сути-то нельзя. Это, скорее всего, интерактивное кино с элементами геймплея. И сейчас я не шучу, и ни в коем случае её не хэчу. Она красивая, реальный экс-ген, все дела. Но мало того, что в ней присутствует проблема с фокусом, из-за чего при прицеле иногда сложно разглядеть врагов, так она ещё очень короткая, и ровно половина, а то и больше времени уходит на кат-сцены. То есть геймплея там как кот наплакал. В этой игре 16 глав, из которых 5 это тупо кат-сцен. Вы представляете? Пройдя её, я теперь понял, что такое мыльное кинцо. Серьёзно, я не ожидал, что Орден будет настолько скучным и безгеймплейным. Если бы я взял её на старте и заплатил бы за неё 4К, я бы очень пожалел. Infamous второй сын. Этот эксклюзив мне понравился, и я его назову прикольным проходничком. Красивая визуализация, очень понравилось, что очень много ярких частиц, максимальное использование геймпада и прикольная задумка персонажа. Это всё, что мне понравилось в этой игре. Играть было довольно прикольно, но сюжет никак не зацепил. Он какой-то вот простой, и вся игра почему-то мне напомнила Sunset Overdrive. Скорее всего из-за такой вот несерьёзной подачи сюжета. Также хочу отметить, что это единственная игра, которая у меня фризилась, и в которой я увидел баги, и да, всё же у Sony не так идеально, как многие говорят. Heavy Rain. Мне советовали перед ним пройти Beyond Two Souls, но я так этого не сделал, так как тупо не выдерживаю интерактив. В целом, я не любитель интерактивного кинца, но люблю понажимать кнопки исключительно в экшен-моментах. Ведь геймплей игры мне жутко не понравился, ибо нужно тупо нажимать кнопки, которые выскакивают на экране. То есть было очень много действий, которые тупо отнимали время и наводили скуку. Особенно это начало игры. Вы меня подгузник малышу, умойся, помойся, пописай и прочая хрень, никак не влияющая на сюжет. С другой же стороны, это такой жанр, его нужно просто принять ради сюжета, что в принципе я и сделал. И знаете, не зря. Сюжет мне очень понравился, понравился он тем, что он с неожиданным поворотом, я лично не догадался, кто убийца, и понравился тем, что сюжет полностью в твоих руках. То есть какого-то персонажа ты можешь убить, какого-то наоборот оставить в живых из-за тех или иных действий. И из-за всего этого может выйти очень много вариантов концовок. По-моему, около 20. Так как я прошел ее на PS4 Slim, я соответственно играл в переиздание. И блин, лучше бы я играл в нее на PS3 и в то время, когда она вышла. Так как в переиздание та же самая графика, только более четкая и подтянутая под 1080p. То есть те же недоэмоции персонажей, те же осколки в виде пиццы, плюс игра показала себя плохо в плане доработки. Были моменты, когда персонажи не открывали рты, когда летали предметы, и когда персонаж просто не мог забраться на ступеньки. В целом, мне понравилось, но сама суть геймплея и разделанные эмоции оставили осадочек. И лучше бы, на мой взгляд, это был бы интерактивный фильм с живыми актерами, как Quantum Break, или же переиздание с нуля. Эмоции передавались бы ярче и понятнее, а то иногда я не понимал, на лице героя грусть или равнодушие. В общем, это переиздание было сделано только ради того, чтобы продать еще раз старую игру. Ну блин, сюжет нереально топовый, и советую посмотреть его на ютубе, или же кого-нибудь поиграть. Реально классно. Самой последней игрой мне довелось пройти год в War 3. Игра вызвала только положительные эмоции, и понравилась со всех сторон. Хороший сюжет, красивая визуализация, разнообразный геймплей, и очень крутая атмосфера вокруг самого сильного и жестокого бога по имени Кратоса. Игруха понравилась, и поэтому я обязательно пройду все оставшиеся части. Как итог, я могу сказать, что эксклюзивы PlayStation 4, это большинство реально качественные игры, которые раскрывают потенциал восьмого поколения. Хоть и обращаю внимание на высокие оценки и море фанатов, не все игры понравятся каждому, поэтому всегда думайте своей головой и играйте в то, что вас привлекает. Большинство игр PlayStation 4 сделаны одиночными, что обрекает вас на пройти игру и забыть ее. Если же у вас есть возможность поиграть в эксклюзивы Sony, то почему бы и нет? Но покупать целую консоль ради нескольких игр, я все еще не увидел смысла. Сравнивая все мои пройденные эксклюзивы на двух платформах, хочу сказать, что мой выбор останется все-таки за Хуаном, ибо мое сердце больше склонно к Gears War и к Форзе, и к играм, которые можно поиграть с друзьями. Да, и к тому же, ни один эксклюзив Sony почему-то меня не зацепил до мурашек, чтобы охотно ждать его продолжения. И да, все же количество эксклюзивов никак не влияет на их интересность. Да, эксклюзивов может и больше, но какой в них смысл, если понравилось, из них всего несколько? Большое спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите свое мнение насчет эксклюзивных игр Sony. Мне будет интересно прочесть мнение каждого. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и рассказывать об этом видео своим друзьям. Спасибо за просмотр, до новых встреч!